Я пытаюсь видеть красоту. Я всю жизнь пытаюсь понять этот мир. Как он устроен. Ты знаешь, что наш мир не такой, как нам об этом рассказывают. И ты посещаешь такие места и понимаешь, что ты, возможно, единственная на этом пляже, которая понимает, что мы живем в искусственно созданных для человека условиях. И соселены на эту планету непонятно кем. И все эти прекрасные, прекрасные виды – это рукотворное или щупальцотворное или робототворное явление. Я пытаюсь видеть красоту этого мира. Так, что? Заселились. Заселилась я наконец-то в свой отель в Ритиноне. Весь этот пляжный отдых не по мне. Ладно. Ну, нормально. Что тут еще? Туалет. Ну, что там показывают? Туалет. Кухня. Святыны. Так, тут я буду творить шедевры. Тут я буду кушать фрукты. Тут я буду депрессовать. Так, вот так. Вот. Все. Вот тут я буду депрессовать. А там мое второе и я будет заниматься всякими непотребными делами. Одна. В полном одиночестве. Потому что допуск к телу получает никто не получает. Так, о, да, вот здесь я буду смотреть на балки. Клево. Да, наконец-то я в хорошем номере. Так, маленький телек. Вот, наконец-то, то, что я хотела. Ох, обожаю лестницы. Ну что, пойдем смотреть Ретимно. Исследовать. Очень клево. Я обожаю просто вот такие старые городочки. Старые улочки. Вот чего я хочу с вами, друзья. Я хочу, чтобы мы с вами исследовали вот такие места. Сами. Ну, притом, конечно же, у нас будет гид, который в теме. Но все это мы сделаем с упором именно на запрещенную историю. Конечно, история – это ссылки одних фантазеров на других. Это понятно. И, скорее всего, правды мы никогда не узнаем. Но это не мешает нам самим проводить исследования. Посмотрите, как круто. Круто. Я столько путешествовала в жизни. И первый раз я делаю это осознанно. Вы понимаете? Первый раз я понимаю, что я хочу увидеть. Я знаю, многие от этого тащатся. Но я выбрала места с реально крутой историей. И плюс, мы будем останавливаться только в старых замках. Или в монастырях, у которых тоже есть своя история, свои гроты, подвал. Возможно, даже свои привидения. И где бы я ни ездила, мне всегда было плевать на экскурсии, по сути. Знаете, природные явления. Мне никогда это не приличало. Памятники архитектуры. Я никогда не верила в эту историю, которую они нам пытаются рассказать. Когда я начала изучать историю самостоятельно, у меня появилась страсть. Страсть к изучению. Чтобы узнать, кто я. Узнать, как мы появились в этом мире. Я думаю, ничего интереснее в этом мире быть не может. А просто тупо ходить как турист и верить гидам. Ну, такое. Если бы я сказала, что я знаю нечто. Есть в мире много мест, маленьких потайных улочек, которые не отмечены в туристических путеводителях. О которых мы можем узнать только если встретимся с местными. Места, о которых мы можем узнать только если какой-то местный гид проведет нас. Этим мы и займемся. Все туристические места рассчитаны на обычных людей, которые верят в сказки. Но не на нас. Так, не, ну это все на воде. Вон, это цемент. Что я хочу с вами сделать? Я хочу, чтобы мы находили вот такие места и пробирались внутрь. Естественно, абсолютно комфортно. Ну, сколько это возможно в условиях. Вот, пожалуйста, это же так интересно. И никто не знает, что там внутри. И никто не знает, что мы там можем дойти. А, ну правильно, конечно же. Они тут построили какой-то бюджет. Вот самое прикольное, это ходить интуитивно. Я не по гиду. Головка, привет. Как страшно. Вот такие вот постройки, по идее, вот эти своды, это было под водой. Не такая задумка архитектора, чтобы оно было на земле. Тайные общества, это полная чушь и детский сад. Единственное, чем они отличаются от обычных людей, это организованностью, дисциплиной и общими целями, которых у нас нет. Знаете, когда мне говорят о том, что существуют какие-то секретные тайные общества, мне хочется спросить, вы что так в себе не верите? Ну реально, это же просто люди, которые просто где-то собрались. Это же просто люди организовались, собрались и устроили какую-то движуху. У них нет ничего особенного. Это не какие-то рептилоиды или иллюминаты. Это просто обычные люди, которые выбрались на отдых. Я всегда хотела что-то наподобие собственной богемской рощи. Что объединяет тех, кто правит этим миром? Их объединяет то, что в один прекрасный момент они просто взяли и собрались где-то. Вот и все. Это просто люди, которые решили когда-то вместе затусить. Отошла от своего отеля вот в таком виде. На меня все пялятся. Я эксгибиционистка. Сзади меня улочка. Я совершенно не знаю, что там. А вот что значит самодостаточность. Гуляешь в себе одна и чувствуешь себя. Я столько времени проводила с людьми, с которыми я на самом деле это не хотела быть. Просто подстраиваясь под их интересы, подстраиваясь под это общество, играя роль, которая мне противна на самом деле. Вообще не общаюсь с теми, кто мне неприятен, теми, кто мне не нравится. Эти люди, знаете, они так зажаты в рамках своих комплексов. Вот идет девочка. Вроде бы не страшная, красивая. Снимает влог? Нет, надо обязательно посмотреть. Так, как будто это второе пришествие. Я хочу собрать вместе свободных людей. Или, по крайней мере, тех, кто стремятся к свободе. Конечно, нас же сложно назвать. Мы уже давно чипированные рабы. А что, если вдруг сильные личности соберутся в одном месте? Мы все обсуждаем разные секретные общества. А почему так подумать мы настолько в себя не верим, что даже не думаем в сторону того, чтобы собрать свое общество? Вы даже не представляете, на что мы способны. Никакой скучной йоги, никаких скучных ретритов, никакого жесткого расписания, никаких псевдогуру, которые будут учить нас, как жить. Мы сами все умеем, знаете. Каждый раз, когда меня пытаются просветлить, почему-то это сводится к тому, что мы должны соединить наши души с союзом наших тел. Ну афига бы к этому духовность примешивать? Все хотят кайфану, и все хотят мистики. И плюс, находясь в кругу реально таких же сумасшедших единомышленников, мы действительно можем войти в состояние повышенного сознания. Нет, мы не будем вызывать дьявола. Зачем он у меня в скайпе? Если надо, позвоним. Какая лавочка прикольная. Ой, вот этого у нас не будет. А-а-а, нет. Нет, нет. Потому что мы достаточно ое***ли, чтобы хайфовать так. Ну просто пусть будет, пусть лежит, нет. Естественно, никаких веществ, изменяющих сознание. Нам и так весело будет. А-а-а! А-а-а! Он не реагирует. А-а-а! А-а-а! Нет! А я не злю? А-а-а! А-а-а! Я спросила, как дела? Я не устраиваю ретриты. Я не собираюсь никого просветлять. Мне интересны люди, которые сами кого угодно просветлят. Угу. Мне не интересны ведомые овечки, которые будут заглядывать мне в рот и ловить каждое слово. Будет жарко. Вся информация по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok